Давно присматривал себе цифровой микроскоп для возможности ремонта монтажных плат, на которых установлены SMT-компоненты. У китайских ритейлеров представлено разнообразие этих микроскопов и штативов к ним. Уже присматривал на одном из YouTube-каналов модель, оснащенную даже небольшим дисплеем, но неожиданно даже для себя приобрел на горячих приложениях сайт aliexpress.com данное устройство, которое позиционируется как цифровой микроскоп, но в реальности это обычная веб-камера, заточенная для крупного приближения и рассмотрения мелких объектов. Посылка прибыла из Китая в Беларусь за 35 дней, трек-номер отслеживался, он стандартный, оценили пакет в реальную стоимость данного микрофона $12.89, но поскольку я залогинился в кэшбэк-сервисе EPN, то он не обошелся в $11.86. Приобрести этот товар вы сможете по ссылке, размещенной в описании под видео. Там же находится ссылка для регистрации на платформе EPN для возможности возврата некоторой части уплаченной за товар суммы. По ссылке партнерской программы EPN веб-мастера могут зарабатывать на привлечении покупателей. Платформа EPN предлагает несколько способов вывода заработанной суммы. Для меня, как жители Беларуси, наиболее удобными для последующего вывода именно наличных долларов США является карточка Epayments, а для вывода без NALA электронный долларовый кошелек WebMoney. Ссылка на приобретение карточки также в описании. Но вернемся к микроскопу. Вес микроскопа заявлен 315 грамм. Данный магазин по реализации различной электроники и инструмента предлагает несколько вариантов микроскопов. К нам прибыл один из них. И к нам прибыл вот такой микроскоп в такой вот упаковке. Подключается микроскоп с помощью интерфейса USB 2.0. Заявленное увеличение микроскопа позволяет рассматривать печатные платы, пиксели дисплеев, структуру тканей. Как я уже говорил ранее, представлено несколько моделей микроскопа. В нашем случае это черный цвет и 500-кратное увеличение, заявленное. Комплект поставки. Рабочий стол, он пластиковый. Кронштейн также полностью выполнен из пластика. Крепление, такой фиксатор для самого микроскопа. Непосредственно сам микроскоп с очень длинным кабелем, с USB-интерфейсом. Винт для фиксации штатива на рабочем столе. Вот такая пленочка, линейка для настройки. И небольшой компакт-диск с драйверами, программным обеспечением для управления этим микроскопом. Штатив с рабочим столом в сборе выглядит следующим образом. Площадь рабочего стола 130 миллиметров на 108 миллиметров. Полная высота штатива 150 миллиметров. Сам микроскоп небольшой, как видите, всего 110 миллиметров в длину, но это включая вот эту пластиковую защиту. Кроме того, здесь есть крышечка, которая прикрывает объектив. Объектив двигается при вращении этого кольца настроечного, который как бы изменяет зум от 50 крат до 500, как заявлено. Для подсветки используется 8 светодиодов. Корпус микроскопа покрыт soft-touch пластиком черного цвета. И на корпусе имеются две кнопочки Zoom и кнопочка Snapshot, с помощью которой можно делать моментальные снимки. Длина кабеля, в моем случае, 147 миллиметров, чуть менее полутора метров. И вот этот регулятор на кабеле предназначен для регулировки яркости свечения светодиодов. Ну что ж, установлю микроскоп на штатив, установлю необходимые драйвера, программное обеспечение и проверю его работоспособность. Вот так он здесь фиксируется, то есть выступающие части вот этого крепления не попадают в этот паз и он не вращается. Подключив микроскоп с помощью USB-интерфейса к ноутбуку, устанавливаем 8-миллиметровый компакт-диск. Выглядит вот таким образом, с пандочкой. Жаль, но в моем случае диск оказался нечитабельный. Windows 10 сама подобрала драйвера под эту веб-камеру, так называемый микроскоп. Я уже переключился на этот микроскоп, подложил кусочек ткани и вы это можете видеть на небольшом экранчике в правом нижнем углу. И сейчас на экране вы можете увидеть, как выглядит при максимальном приближении этот кусочек ткани. То есть видно буквально до нитей, до волокон. Плетение такое вот. Хотя это достаточно плотная ткань. И элементы печатной платы. Кстати скажу, настроить очень сложно, поскольку все это штатив пластиковый, буквально начинаешь наводить резкость и все ходит ходуном. Вот в принципе даже вместе с рабочим столом с этой площадкой. Вот это как бы отметим как недостаток. Ну и для того, чтобы вы могли оценить размеры этого микроскопа, в интерьере он выглядит вот таким вот образом. Совсем-совсем маленький. Очень-очень хлипкая конструкция штатива. Практически при настройке он вот так вот. Он очень легкий, сам рабочий стол, даже при регулировке резкости. Видите, я уже отпустил, а движение происходит все равно. Ну поскольку на диске драйвера мне недоступны, поэтому я нашел в интернете просто. Было два предложения. Одно из них драйвер и еще один вот такой архив, который уже распакованный. Вот он представляет себе следующий вид. По умолчанию при запуске авторуна нас встречает вот такое окно. Здесь можно установить драйвер. На диске вам будет доступно два приложения. Это или AMCAP или CAMAP. В принципе они схожи, но есть чуть-чуть небольшие различия. При запуске AMCAP, если это на ноутбуке, всегда запускается по умолчанию камера, встроенная в ноутбук. В закладке девайсы можно выбрать. Также можно подключить микрофон, если вам необходимо произвести запись со звуком. Закладка файл. Доступ к сохраненным файлам. Закладки опции. Это перейти к полной экрану, подключить тулбар, статус бар. Это отличительная такая вот особенность программы AMCAP. Здесь есть такие, скажем так, горячие кнопки запуска, видеосъемки, фотосъемки. Можно изображение переворачивать вверх-вниз или зеркально отображать лево-право. Видео-капчер фильтр. Доступны какие-то настройки управления камерой. И Snapshot Size предлагает нам несколько разрешений для сохранения мгновенных фотоснимков от 160 на 120 пикселей до 8000 на 6000. По умолчанию доступно 640 на 480. Ну и Help. Непосредственно о приложении. Версия 9.0.16. И запустим программку CamUp. Здесь также в закладке Device она аналогичная, как видите. Есть возможность выбрать камеру и включить-выключить микрофон. В закладке файлы также можно обратиться к сохраненным файлам видео и фото. Скажу сразу, что все файлы и та и другая программа сохраняет, не знаю как у вас, в моем случае на облачное хранилище Microsoft OnDrive в папочку Документы. Причем если программка AMCAP сохраняет видео в формате MPEG-4, вот в таком формате, и фотоснимки с разрешением JPEG, то приложение CampUp сохраняет видео в формате AVI, вот в таком виде, а фотоснимки в формате BMP, вот в таком виде. Вернемся к программке CampUp. Так, девайс я показал. Опции. Здесь нет такого тулбара, тут нет горячих клавиш. Здесь только есть клавиши, вот так отражаются они. То есть не горячие кнопки, здесь горячие клавиши клавиатуры. Также доступен аналогичный фильтр для видеозаписей. Запись видео производится с частотой 25 кадров в секунду, и разрешение доступно 640 на 480. Это максимальное, от 352 на 288. И также доступны еще настройки микрофона. Закладки Capture. Разрешение для фотосъемок от 2 мегапикселей по умолчанию до 20 мегапикселей. Запись. Старт записи. Видео формат AVI. Включаем здесь, выключаем запись звука. И можно ограничить время записи. И о приложении версии 1.0.0.5. Вот 2008 года. Так, это все, что я хотел сказать о программном обеспечении и драйверах. Данный архив с приложениями и драйверами будет доступен по ссылке, которую размещу под этим видеороликом. Ну а теперь оценим пиксели экрана смартфона Samsung Galaxy Note 2. Ну вот такая структура данного дисплея. А вот так вот выглядят пиксели 4K IPS матрицы телевизора LG 55 OH850V. Ну а это уже матрица цифровой фоторамки Transcend модель 710 и которая поддерживает, по-моему, VGA разрешение. Ну а вот так расположены пиксели на мониторчике, который встроен видеокамеру Panasonic V770. А вот так выглядит плетение чехла, который был в комплекте с микрофоном BOYA BY-M1. Ну а вот так вот выглядит на экране монитора через микроскоп. Вот такая вот маленькая мушка. Ну а мое мнение будет следующим об этом микроскопе. Конечно же, это игрушка, но игрушка достаточно полезная для радиолюбителей и для, наверное, нумизматов, для оценки каких-то денежных купюр, монеток. Также ювелиром и в процессе какого-то творчества. Для того, чтобы разобрать и был доступ непосредственно к сенсору, необходимо выпаять вот эти две точки, извлечь плату и достать внутреннюю часть вместе с этим регулятором. И вот этот объектив можно, в принципе, и так выкрутить. Эти две кнопки почему-то в моем микроскопе были неактивны ни одним приложением, то есть драйвера их не поддерживают. Непосредственно сама плата будет установлена где-то в этой части. Здесь оно все вклеено, поэтому разбирать я не буду. Для тех целей, которые я покупал, именно для радиолюбительства, мне этого микроскопа будет вполне достаточно. Конечно же он привлекает своей низкой стоимостью. Всего мне обошелся, как я сказал, около 12 долларов. Так, вот такой вот объективчик, который называется, не помню как по-английски, по-моему булавочное ушко, что-то такое вот. Накручивается. И вот там вот в глубине доступна платка и сенсор. Ну что ж, я с вами прощаюсь, встретимся, как обычно, в ближайших видеороликах. Всем удачи, пока!